Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вашему вниманию курс лекций «Особенности строительства скважин на шельфе». Ваш лектор Епихин Антон Владимирович, старший преподаватель отделения нефтегазового дела Инженерной школы природных ресурсов. Лекция номер 8. Технологическое оборудование. В этой лекции мы поговорим о специфическом оборудовании и об особенностях оборудования, которые применяются при сооружении скважин при бурении на море. Тема номер 1. Компенсаторы вертикальных колебаний. Их назначение следующее. Компенсатор предназначен для устранения влияния вертикальных перемещений судна на бурильную колонну и другие устройства, подвешенные на талиевом блоке. Кроме этого, он поддерживает постоянную нагрузку на долото и обеспечивает постоянное положение бурильной колонны относительно забоя скважины. Компенсатор также способствует повышению надежности операций по защите от выбросов, так как при закрытии плашек при вентере бурильная колонна неподвижна, благодаря чему не происходит повреждения резиновых уплотнений плашек. Какие существуют конструкции компенсатора вертикальных колебаний? Бывает исполнение, когда он располагается на кронблоке. К преимуществам таких компенсаторов можно отнести отсутствие гибких шлангов высокого давления и возможность использования стандартных буровых вышек. Однако у них есть существенные недостатки. Увеличение массы и повышение центра тяжести буровой вышки, увеличение износа талевых канатов, наличие рычажного механизма, большая масса подвижных частей, трудность обслуживания узлов. По этим причинам компенсаторы с верхним расположением менее распространены. И вторая конструкция – это компенсаторы между талевым блоком и крюком. Это компенсаторы, которые подвешены на талевом блоке, и они широко применяются из-за их меньшей массы, возможности быстрой установки на стандартном талевом блоке. Во избежание изменения высоты вышки компенсаторы выполняют с двумя силовыми цилиндрами, размещенными по боковым сторонам талевого блока. Большинство применяемых компенсаторов – это устройства пассивного типа, что обусловлено их простотой эксплуатации. В этих конструкциях используются естественные процессы расширения и жадки газа в баллонах аккумулятора. И изменение параметров газа происходит от воздействия нагрузки на крюке, без внесения другой дополнительной энергии. То есть, по сути, по принципу стандартных амортизаторов в автомобиле. В активных системах компенсации на параметры газа или жидкости воздействуют дополнительно, например, с помощью принудительного перемещения поршня аккумулятора от гидравлической следящей системы. Такая система применена в компенсаторах, установленных на научно-исследовательском судне LOMAR Challenger. Использование активных систем компенсации увеличивает точность поддержания осевой нагрузки на долото, что является важным в научно-исследовательских целях, в частности, при отборе керна. На данном слайде представлена конструкция компенсатора вертикальных колебаний. Компенсатор состоит из верхней траверсы, которая шарнирно соединена с талевым блоком, и нижней траверсы, на которой подвешен крюк. К траверсе присоединены два гидропневматических цилиндра и концы шести цепей. Цепи перекинуты через звездочки, закрепленные на концах штаков гидропневматических цилиндров. Нижние концы цепей соединены с нижней траверсой. Такая конструкция компенсатора обеспечивает увеличение хода компенсатора в два раза, определяемого расстоянием между траверсами по сравнению с ходом поршней в гидропневматических цилиндрах. Штоковая полость цилиндров заполнена рабочей жидкостью, а в полостях под номером 12 находится сжатый воздух, который поступает от компенсатора или баллонов 1,4 включением с пульта. На траверсе установлены также два масловоздушных резервуара с разделительными поршнями. Пространство с жидкостью этих резервуаров через клапаны сообщено со штоковыми полостями цилиндров. С пульта управления контролируется давление сжатого воздуха, нагрузки на рабочие цилиндры, давление в резервуарах рабочей жидкости. Рукава высокого давления на обоих концах имеют автоматический отсечной клапан, который срабатывает при обрыве рукавов. Регистрирующая и показывающая аппаратура дает сведения о расстоянии между траверсами, давлении воздуха и компенсационной нагрузке. Компенсатор имеет фиксатор, с помощью которого траверсы могут быть соединены, и талиевая система может работать, как в обычных буровых установках на суше. Системы динамического позиционирования Системы динамического позиционирования предназначены для контроля положения плавучей буровой установки над устьем скважины. По-другому, система динамического позиционирования – это система управления, обеспечивающая удержание судна с заданной позиции, с заданным курсом. Удержание судна обеспечивается совместным использованием основных и дополнительных пропульсивных установок. Сами по себе системы динамического позиционирования подразделяются на три класса по степени устойчивости к единичным отказам. Класс 1. Потеря заданной позиции судном может произойти в случае любой единичной неисправности. Класс 2. Потеря позиции не происходит в случае единичной неисправности любой подсистемы или компонента, например, движителя, сенсора, консоли управления и любого другого. Класс 3. Термин «единичная неисправность» включает, помимо неисправности, указанных для класса 2, полный выход из строя всех компонентов в пределах одного водонепроницаемого или огненепроницаемого отсека из-за пожара или отопления. Для того, чтобы определить положение судна относительно устье скважины, существуют варианты использования абсолютных датчиков GPS и DGPS, позволяющих определить местоположение судна с привязкой к карте. И датчики относительные, которые определяют положение относительно какого-либо объекта. Ну, как, например, мы говорили в более ранних лекциях, это локаторы, стоящие, то есть специальные локаторы, стоящие на дне моря возле устья скважины. Если говорить о составе системы динамического позиционирования, то она представлена из следующих комплексов. Измерительный комплекс. В измерительный комплекс входят приборы акустической системы, которые используются для стабилизации судна в режиме бурения, при выводе судна на скважину, для определения положения водоотделяющей колонны относительно устья скважины. Работа акустической системы основана на регистрации импульсов, посылаемых аддонных маяков, расположенных в близи устья скважины, и их приемке гидрофонами под нищим судном. В качестве дублирующей системы может применяться инклинометр. Информационно-командный комплекс. В информационно-командный комплекс входят две вычислительные машины, получающие одновременно информацию о положении судна и состоянии окружающей среды. При этом одна из них работает в командном режиме, управляя двигателями, вторая резервная автоматически при выходе из строя первой. Движительно-рулевой комплекс. Движительно-рулевой комплекс включает главные движители судна, подруливающие устройства и систему управления ими. Усилия продольного упора на судне создаются грибными винтами регулируемого шага, поперечного специальными винтами регулируемого шага, устанавливаемыми в поперечных тоннелях в корпусе судна. Изменение величины и направлений упоров осуществляется регулированием шага винтов по команде вычислительной машины, либо вручную с пульта управления движительной системой. Но надо отметить, что чаще всего движительная система работает автономно. Какие существуют способы коррекции положения судна? Еще раз повторим. Через спутник, то есть это абсолютная коррекция. Через локатор на дне моря, гидрофон, то есть это относительная коррекция. Либо совмещенная их система. Абсолютный датчик DGPS, это дифференциальный датчик, который работает путем совмещения приемника GPS, который является базовой станцией в известном местоположении. Станция измеряет расстояние до каждого спутника, затем она использует измеренное расстояние, рассчитывает фактическое расстояние, используя свою известную позицию. Разница между измеренным и вычисленным расстоянием является дифференциальной коррекцией. Дифференциальные коррекции затем передаются DGPS приемникам. Способ коррекции через локатор на дне моря. В данном случае на дне моря возле устья скважины располагается специальный гидрофон, который излучает акустические колебания, фиксируемые на судне специальной техникой. И через измерительный вычислительный комплекс определяется расстояние до данных гидрофонов, а следовательно и до устья скважины. Совмещенный принцип подразумевает использование как коррекции через спутник, так и через локатор на дне моря. Подруливающие устройства. Это судовые устройства, предназначенные для активного управления судном. Рабочий орган, он же винт, в сквозном канале, проходящем от одного борта судна к другому, перпендикулярно его диаметральной плоскости. Он устанавливается в носовой части судна или в носовой и кормовой частях одновременно. Он позволяет улучшить управляемость судна на малых скоростях или при остановленном главном двигателе. Следует отметить, что при сравнительно больших скоростях хода, подруливающее устройство, естественно, теряет свою эффективность. Азимутальное подруливающее устройство. Это специальный грибной винт, расположенный в поворачивающейся на 360 градусов колонке. Такое устройство заменяет руль и позволяет швартоваться в стесненных условиях, не привлекая буксир. Это устройство может быть как дополнительным движителем корабля, так и основным. Главный недостаток — это сложность и частота ремонта данного устройства. Еще раз рассмотрим, как выглядит устройство для подруливания судном. В носовой части вы можете заметить азимутальное устройство, в боковой части как раз-таки подруливающее устройство стандартного типа и в кормовой части расположен основной винт. Подводные буровые комплексы. Подводный буровой комплекс — это комплекс, предназначенный для подводного бурения и ведения буровых работ в условиях, где применять обычные платформы просто невозможно. Предназначен для круглогодичного ведения буровых работ при разработке месторождения нефти и газа на глубоководном шельфе арктических морей, независимо от погодных условий и ледовой обстановки. Концепция разработки месторождения на арктическом шельфе с использованием подводных аппаратов критикуются экологическими организациями. На данном слайде представлены предположительные фотографии, как должен выглядеть подводный буровой комплекс. Но поскольку такие комплексы еще не введены в эксплуатацию, то мы видим только анимационное изображение. По факту подводный буровой комплекс состоит из подводного бурового судна и донной опорной плиты. Идея его разрабатывается в конструкторском бюро, но в России этим конструкторским бюро является фирма «Лазурит». Способ и технологический комплекс добычи запатентованы в России еще в 1999 году. История же предприятия, именно конструкторского бюро, она идет с 1953 года, и они занимаются, вот почему стали заниматься в этом направлении, потому что у них достаточно большой опыт сооружения и переоборудования подводных лодок. А также опыт различных таких вот сложных и инновационных проектов. На данном слайде представлены основные характеристики подводного бурового комплекса. То есть считается, что он может работать на глубине до 400 метров, с экипажем до 60 человек и полной автономностью до 60 суток. Вот, плюс дополнительным запасом жизнеобеспечения до 60 суток. Если говорить в целом, то сложность реализации этого проекта заключается в том, что это весьма дорогостоящий проект, с одной стороны, с другой стороны, дополнительные требования к персоналу накладываются, то есть это и уровень образования, и квалификации, ну и в частности, это различные допуски по безопасности ведения буровых работ. Райзер. На данном слайде представлены фотографии райзера, либо водоотделяющей колонны. То есть это именно металлическая труба, которая выполняется с целью того, чтобы осуществлять спускоподъемные операции, вести бурение и соединять между собой буровое судно и дно моря, то есть чтобы создавать как бы эффект скважины. Райзер. Морская водоотделяющая колонна, либо морской стояк, представляет собой трубу большого диаметра, составленную из нескольких труб диаметром 400-500 мм и предназначенной для соединения морской буровой установки с подводным противовыбросовым оборудованием или блоком устьевого соединения. Морской буровой установки, который установлен на устье скважины. Для последующего спуска в скважину бурильных, либо обсадных колонн, отвода использованного бурового раствора на регенерацию и очистку, и управление скважиной через манифольные линии. Секция морского стояка конструктивно представляет собой центральную трубу, в которой приварены муфтовые и ниппельные элементы, имеющие замковые устройства для соединения секций между собой, а также уплотнительные элементы для герметизации стыковых соединений. На ниппельном конце трубы установлен фланец, служащий опорой при выполнении спуска подъемных работ. К центральной трубе крепятся манифольдные линии. По типу конструкции райзеры подразделяются на жесткие натяжные, гибкие и цепные. Для платформ с натяжными связями, например, в основном используются жесткие райзеры. Гибкие райзеры различных конфигураций используют на буровых судах или полупогружных морских буровых установках. По назначению райзеры различают на эксплуатационные буровые. По материалу они изготавливаются из алюминиевых и титановых сплавов, стали и из композитных материалов. Эксплуатационные райзеры используются для транспортировки продукции, нагнетания газа и воды, а также применяются в системах капитального ремонта и управления. Они могут быть натяжными, но, как правило, выполняются гибкими либо цепными, так как обеспечивают транзит от дна к борту эксплуатационной морской буровой установки. Жесткие буровые райзеры задают направление колонии бурильных труб и обеспечивают циркуляцию воды между буровой палубой и стволом скважины. Обычно жесткие морские райзеры выполняются как натяжные системы с выдвижными соединениями, которые позволяют райзеру компенсировать наклоны движения морской буровой установки. Наиболее распространенные конструкции гибких морских стояков имеют следующий вид. Свободно провисающие, стип-вейв, то есть волнообразная, лейзи-эс, то есть с креплением возле дна, стип-эс, то есть с-образная, с фундаментными растяжками, и лейзи-вейв, то есть чуть-чуть подвешенная за счет поплавковых элементов. Противовыбросовое оборудование. В практике бурения скважин на море широко применяются комплексы подводного устьевого оборудования, устанавливаемые на морском дне. Такое расположение позволяет наибольшее смещение плавсредства от центра скважины, а установленное на морском дне оборудование меньше подвержено механическим повреждениям. Комплекс подводного устьевого оборудования предназначен для следующих целей. Направление в скважину бурильного инструмента, обеспечение замкнутой циркуляции бурового раствора, управление скважиной при бурении, а также для наземного закрытия бурящейся скважины с целью предупреждения возможного выброса из скважины, ну или открытого фонтанирования. Существует несколько конструкций подводного устьевого оборудования, которые способны работать на различных глубинах моря. Обычно подводное устьевое оборудование, привентерное оборудование располагается на фундаментной плите под плавучей буровой установкой, либо под морской стационарной платформой. Такое расположение позволяет совершать наибольшее смещение плавсредства от центра скважины, а само оборудование в таком случае не подвергается серьезным негативным воздействиям. Но при этом у нас возникают другие сложности, в частности это сложность управления, эксплуатации и ремонта. Если говорить о составе, то в состав подводного противовыбросового оборудования обязательно входят плащечные превентеры со срезающими плащечками, трубными и глухими, универсальные кольцевые превентера. Также, если подразумевается бурение на депрессии, то используются превентеры вращающегося типа. Сами по себе подводное устьевое превентерное оборудование обладает значительно большими габаритными размерами, чем наземное, и, соответственно, значительно большей массой. Как раз таки, что позволяет ей легче воспринимать нагрузки со стороны моря, и плюс это оборудование, естественно, обладает большей устойчивостью по давлениям, то есть у нее большее рабочее давление. Я вас благодарю за внимание. На данном слайде лекция окончена. Приглашаю вас просмотреть следующие лекции данного курса. Продолжение следует...